Здарова, братишка! Оскар здесь. И, как говорится, дожили. В игре появился первый огнеметный танк, от которого зависит многое. В первую очередь баланс, комфорт игры, не сделает ли он рандом еще более токсичным. Но во вторую очередь будущее. Будущее огнеметной ветки. Приживется этот танк в рандоме или нет, покажет время. Ну а пока добро пожаловать на детальный гайд от Оскара, в котором мы будем разбирать по винтикам советский огнеметный танк Объект 156О. Куда его пробивать, какую оборудку ставить, перки экипажа. Все про его положение в рандоме. А также нужен тебе этот танк или нет, об этом ты узнаешь в данном видео. Так что прожимай свой царский лайк и готовься впитывать информацию. Будет познавательно и интересно. Погнали! Недавно для многих резко встал вопрос, как пополнить счет в Steam. Или просто купить игру из России. Ведь в новинки поиграть тоже хочется. Не переживай, у меня для тебя есть решение. Все это можно сделать на сайте игровой площадки Case for Games. Здесь можно купить ключи для Steam, Epic Game Store и других сервисов. И без проблем приобрести игры для Xbox, Nintendo Switch и Sony PlayStation. А также есть возможность покупать геймпойнты для большинства популярных ММО игр. Но самое главное, можно с легкостью пополнить баланс в Steam, что сейчас является очень актуальным. Помимо этого, здесь ты можешь найти любой софт. От лицензионной винды и заканчивая антивирусами. А самое главное, что на территории РФ можно пользоваться любыми методами оплаты. Банковскими картами, включая мир. А также оплачивать кошельками Kiwi или даже криптой. А по моему промокоду OSCAR ты получишь 10% скидку на любой товар. Переходи и пользуйся. Ссылочка, как всегда, в описании. Ну что ж, как видишь, закинул меня в самое пекло против девяток. И обрати внимание, я нахожусь внизу списка команды. А все потому, что Объект 156 по классу артиллерия. Да, перед нами первая высокоуровневая премиумная артиллерия. Что так долго просили многие игроки. Но не все так просто, приятель. Объект 156 нетипичная артюлечка, нет. Ты не сможешь стоять весь бой на базе, смотреть на противника сверху вниз и поливать чемоданами. Здесь все да наоборот. Объект 156 это артюлечка исключительно ближнего боя. Что напрочь ломает стереотип о партиллерии в игре. И плюс ко всему, эта артюлечка имеет зверскую лобовую броню. Не побоюсь этого слова, самая крепкая лобовая броня на восьмом уровне. Которую трудно пробить не то, что восьмеркам, а даже десяткам. И на голде. Но, как ни крути, уязвимости есть. Расскажу о них чуть позже. Так что, хочешь ты этого или нет, на Объекте 156 тебе придется играть, на первой линии. Прямо на передовой. Ну а если быть точнее, в 150 метрах от противника. Если до сих пор не понял почему, отвечаю. Дальность стрельбы на Объекте 156. Всего лишь 150 метров. Если цель находится дальше, ты ничего и не сможешь сделать. Так что, если ты любитель кустового геймплея, пышные кустики где-то на базе, для тебя все, задумайся, нужен ли тебе этот танк. И наоборот, если ты любитель активной игры, ты не любишь стоять на месте, тебе нравятся активная игра и драки на первой линии. Но ты презираешь класс арты. Задумайся, стоит ли тебе отказываться от этого танка. Лишь потому, что он по классу артиллерия. Как только анонсировали, что в игре появятся огнеметы, я сразу задался вопросом, а как их вообще можно забалансить? Чтобы они хоть как-то вписывались в рандомные бои? Чтобы хоть как-то их можно было реализовать? Если танк получится сильным, чтобы он не ломал баланс. Чтобы их не было в команде по 3-4 штуки с каждой стороны. И хоть в игре я больше 10 лет, скажу как есть, я ничего не мог предположить. Но, как оказалось, разработчики те еще хитрецы. Чтобы танк не был токсичным, чтобы в боях их было ограниченное количество, было решено огнеметы сделать классом артиллерия. В команде которых может быть максимум 3 штуки. Но чаще всего мы видим по 2. И, приятель, это лично мое мнение, данное решение было просто гениальным. Спрашиваешь почему, а ответ прост. Присутствие огнеметного танка разбавит количество обычной артиллерии. По тебе будет меньше прилетать чемоданов с фекальными массами. Вся проблема арты, то, что ты ничего не можешь сделать в ответ. А вот в случае огнемета, ты можешь сделать, потому что он перед тобой. И самый интересный факт, огнеметная арта фармит. И фармит немало. Но об этом чуть позже. Давай разбирать объект 156О. Как ты уже мог заметить, шасси от среднего танка, но без башни. Силуэт ниже, попасть сложнее. И так сложилась исторически подвижность также от среднего танка. Удельная мощность двигателя 21,5 лошадки на тонну. Танк нормально стартует и отлично вертится на месте. Максимальная скорость вперед 60 км в час. Великолепно, подумали многие. Но, как в том анекдоте, есть нюанс. 60 км в танке, если и набирает, то только по твердым грунтам. А вот по средним грунтам максималочка чуть больше 50. А все потому, что скрытый параметр сопротивления. Так что, если 60 км он и будет ехать, то, скорее всего, только с турбонагнетателем. Кстати, сейчас ты мог наблюдать зависть целевой аудитории. Я этому харьку никак не мешал, но он меня начал выталкивать. Никогда так не делай. Не будь целевой аудиторией. Далее, задний ход. 20 км в час. Это здорово, это великолепно. Хороший задний ход неоднократно будет полезным в боях. Тем более, для геймплея объекта 156. И да, я обязательно должен это сказать. С высокой вероятностью, все характеристики объекта 156О через некоторое время могут быть изменены. Проще говоря, понерфлены. И та информация, которую я рассказываю сейчас, может быть через месяц, а может быть через полгода, будет уже не актуальна. Имея в виду. Ну а пока каких-то проблем с подвижностью у объекта 156 нет. На позицию ты будешь приезжать одним из первых. Ну или наравне со средними танками. Все зависит, на какой фланг ты будешь кататься. А также, если понадобится, сможешь быстро отступать. Ну и если обычно ты первый на фланг приехал, и скорее всего первым отправляешься в ангар, то с объектом 156 это не работает. Потому что, напоминаю, лобовая броня корпуса просто чудовищная. Верхняя лобовая деталь 250 миллиметров под сумасшедшим углом. Стреляя в ЛД, тебя никто не сможет пробить. И даже нижней лобовой детали огнемета черной завистью завидуют все тяжи и штурмовые ПТ-САУ. Потому что в НЛД огнемет также не пробивается. Стрелять туда просто бесполезно. А вот куда огнемет пробивается без проблем, так это в борта и корму. Потому что броня там от обычной СТ-шки. И если ты первый на фланг приезжаешь, можешь не бояться, что отлетишь два счета. Пытаться пробить тебя будут очень долго. Но и наглеть тоже не стоит. Потому что если противников будет несколько, на тебя просто вкатят толпой, поставят на гусеницу и зайдут в борта. А так как у тебя всего лишь 1200 очков прочности, хвастаться хорошей фронтальной броней ты долго не будешь. В первую очередь огнемет это класс поддержки. И как ни крути, присутствие союзничков хотя бы одного. Обязательно. В соло тащить, конечно, можно. Но только если ты с противником один на один. И, скажем так, противник не осведомлен о уязвимых зонах. В этом бою будет момент, где я думал, что все. На этом мой бой будет окончен. Но смотри дальше, короче. В общем, по броне Объект 156 9 баллов из 10. Но, как говорится, на каждой действии есть противодействие. И противодействием для огнемета является вражевская артюлечка. Ну, в принципе, она является противодействием для всей техники в игре. Но для Объекта 156 особенно. Во-первых, это сумасшедший фокус коричневых. Я играл в тот момент, когда огнеметов в рандоме было немного. И черт его дери, коричневые никого не видели в бою, кроме меня. Вражевский арт-огонь был только по мне. И калечит артюлечка огнемет капитально. А все потому, что крыша корпуса картонная. И однажды коричневый чемодан залетел даже на тысячу урона. Так что, если так получилось, в союзной команде ты на огнемете. А в противоположной команде любитель сложного геймплея, будь уверен, коричневый 3-2 раз, в покое тебя точно не оставит. Но и ты, в свою очередь, будешь от противников ловить проклятие. Потому что противнику огнемет доставляет проблем не меньше. В общем, как работает огнеметная струя и какова ее эффективность? При стрельбе визуально мы видим столб пламени, летящий к противнику. Но это только визуально. На самом деле в твоих руках фугасный пулемет. С барабаном на три выстрела. И за каждый выстрел объект 156 выпускает фугасную очередь. Правда, скорость полета этих фугасиков всего лишь 80 метров в секунду. Средняя бронепробиваемость 85 миллиметров. По бронированным танкам урон меньше. По картонным танкам урон гораздо больше. То есть обычный принцип работы фугасов в игре. Но не забывай, 156 по классу артиллерия. И артиллерия что делает? Правильно. Станет. Станет. И критует. Критует экипаж. Критует модули. Жестко критует. И вот сейчас обрати внимание на бедолагу Тортоиза. Внизу под прицелом желтым показывается кританутый экипаж и модули. Экипажу внутри жарковато. И он вышел отдохнуть. Повторяю. В барабане три выстрела. И каждый выстрел станет на 8 секунд. Суммарно в стане один танк ты можешь продержать 24 секунды. Параллельно критуя его в дребезги. И вот как раз таки это является самым токсичным моментом. Стоящий в позиционке огнеметчик может бесить похлеще любой артюльчки. Казалось бы вот он перед тобой. Но до него еще нужно добраться и пробить. Но благо огнеметчик не является топ дамагером. И по бронированной технике много урона настрелять не получится. Ты будешь станеть. Ты будешь критовать. Но не дамажить. В крайних редких боях у тебя будет получаться надамажить больше 2000 урона. Ну а вот что касается картонной техники. 156 выжигает просто на ура. Всяческие легкие танки, борщи, скорпионы отлетают с одной кассеты. Тебе не нужно ничего выцеливать. Просто зажимаешь автоприцел и поливаешь. И вот пока я меняю фланг, давай же посмотрим куда объект 156 пробивать. Хаотично пулярить верхнюю лобовую деталь в нижнюю лобовую деталь бессмысленно. Даже на голде, даже на десятых уровнях. В лобовой проекции у огнемета всего лишь две уязвимые зоны. Это огнеметное гнездо и командирский лючок. Все. Твоя задача его обездвижить, закоточить. И просто стрелять прямо в ствол огнемета, ну или же в командирский лючок. Брони там практически нет. Пробивать будешь каждым выстрелом. Главное попасть. Потому что 156 вертлявый, и если он хотя бы немножко умеет играть, он не будет стоять на месте, а постоянно вертеться. Тем самым мешает тебе выцеливать уязвимые места. Поэтому обездвиживаешь и стреляешь. А еще лучше заходишь в борта. Огнемет хоть и поджигает, но и сам неплохо горит. Стреляя в борта между первым и вторым катком, вероятность подпала очень высока. И еще, объект 156 низкий. И если твой танк по габаритам превосходит огнемета, то самым разумным решением будет стрелять в крышу корпуса. Пробивается он туда без проблем. Многие игроки на объекте 156 чересчур уверены в себе. И часто будут вступать в лобовую атаку. Твоя задача будет просто войти с ним в клинч. Параллельно каждым выстрелом набрасывая в крышу корпуса. Но если ты на какой-нибудь среднем, либо легком танке, просто каточишь, заходишь в борт и разбираешь. Как видишь, танк хоть и крепкий, но не является полностью неуязвимым. Так что теперь ты знаешь, как с ним бороться. И еще, обрати внимание, у 156 всего лишь один вид боекомплекта. Огнеметная смесь. Никакой голды у него нет. И эта огнеметная смесь дешевая. По противнику ты можешь поливать сколько угодно и не бояться, что уйдешь в большой минус. Но вот что уйдет в минус, так это общий процент попаданий по аккаунту. Этот показатель огнемет просаживает, будь здоров. Крайне неприятный момент, если конечна для тебя это важно. И вот еще, я сказал, что дамажить на огнемете проблематично. Вопрос тогда, как же объект 156 фармит? Все очень просто. В основном он фармит на светом. Находясь на стрее атаки, ты по-любому будешь кого-то подсвечивать. И какую-нибудь тысячу-полторы урона по твоему на свету да настреляют. Так, сейчас немножко отвлечемся в вот этот момент. Я уже был уверен, что это путевочка в ангар. Трех выстрелов мне не хватит, чтобы разобрать ИСУ-152. И перезарядку в 20 секунд было пережить практически нереально. Но незнание противника о моих уйзюных зонах сыграло мне на руку. И смотри, что с этого получилось. А я продолжу рассказ. Фармить серебро на объекте 156 ты будешь в основном на светом. Но базовый обзор у огнемета всего лишь 350 метров. Средним и легким танкам ты не конкурент. Но прокаченные перки и оборудование, про которое мы поговорим чуть позже, творят чудеса. Максимум обзор можно раскачать до 457 метров. Не получим уже такого посредственного светляка. Но, находясь на первой линии, такого обзора будет чересчур достаточно для того, чтобы что-то донасветить. А если так получится, что ты попался против десяток, и в команде вообще нету легких танков, с прокаченным обзором можно отыграть роль пассивного светляка. Просто занять нубокустик и неподвижно стоять. К примеру, на какой-нибудь Прохоровке или Малиновке. И ключевое слово «стоять». Неподвижно стоять. Потому что в неподвижном положении максимальный процент маскировки почти 44%. Достаточно неплохой показатель. А в подвижном положении неполные 23%. Но стоит тебе хотя бы раз по ком-нибудь выстрелить, даже стоя в кустах, тебя заметят с 445 метров. Потому что маскировка при введении огня 0%. Это даже меньше, чем у тяжей. Тебя засветят даже на другой карте, на другом сервере. Даже механика 15 метров от кустов не работает. Так что если решил отыграть роль пассивного светляка, струю не пускай. И еще, Объект 156 очень картозависимый. Неоднократно бывали случаи, когда я просто терялся и не знал, что делать. С ближней дистанции не постреляешь, с дальней ты неэффективен. Просто не мог понять, в каком месте можно реализовать огнемет. Особенно, когда перестрелки ведутся на средней и дальней дистанции. Ты просто стоишь, точишь жало и не знаешь, что делать. Ну и само собой турбачи. Когда катка заканчивается за 2 минуты, в лучшем случае у тебя получится хоть что-то насветить. Ну а вот с уроном беда. И опять же, если ты трясешься за общую статистику аккаунта, мой дорогой десятично-средушечный чекатель, скорее всего, этот танк не для тебя. Средушечку он будет просаживать капитально. Так же, как и твой драгоценный ВН-8. На объекте 156, 200, 300 урона за бой далеко не редкость. И вот спрашивается, зачем тогда этот танк нужен? Ответ простой. Просто для веселья. Если ты все время боялся играть активно, этот танк тебе позволит. Приехать самым первым на позицию тяжей, дождаться противника, пустить ему струю в лицо и откатить. Бор заехать на какого-нибудь картонного кустового выползня, танковать все его выстрелы, а потом сжечь к чертовой матери. И в конце концов, ЛБЗ на арту. На объекте 156 ты выполнишь ЛБЗ на криты, ЛБЗ на стан. Ты выполнишь то, что годами не мог сделать на коричневых 3-2 разах. Если, конечно, весь бой не будешь стоять в кустиках на базе. Уверен, такие умники найдутся. Ну а теперь быстренько пройдемся по полевой модернизации, оборудованию и перках экипажа. Да, кстати, бой закончится захватом базы. При полной прокачке полевой модернизации получаем постоянный бонус минус 3% от разброса при горизонтальном наведении. Из модернизации первым выбираем доработка ходовой. Получим минус 4% от разброса при движении ходовой. А на ходу, уж поверь, пускать струю придется часто. Далее ставим комплекс Охотник С. Получим плюс 5 километров максимальной скорости вперед. Но при этом потеряем 7% от незаметности после выстрела. Но это не беда, потому что терять нам нечего. Потому что, как помнишь, после выстрела маскировка нулевая. Ну и из третьей модернизации ничего не ставим, она бесполезна. Категория второго слота, а вот это нам нужно. Подойдет слот и на разведку, и на живучесть. Что тебе ставить, будет полностью зависеть от оборудования. А оборудование я рекомендую ставить следующее. Первый слот устанавливаем улучшенные механизмы поворота. Второй слот просветленная оптика. Как раз спецслот под обзор. Обзор станет больше, светить и, соответственно, фармить будешь больше. И перки экипажа, они перед тобой. И заметь, командир экипажа перегружен капитально. Но не забудь вкачать ему перки на обзор. Если есть учебные материалы, используй их. Чем быстрее ты прокачаешь экипаж, тем комфортнее будет играть. И вот, в принципе, все, что я хотел рассказать и показать тебе про этот танк. С одной стороны, машины интересные и веселые. Но с другой стороны, каких-то космических результатов в бою, на ней ты показывать не будешь. Выполнишь ЛБЗ, пофармишься, параллельно нафармишь серебра. Но каждую катку капитально влиять на исход не получится. Танк ситуативный, командозависимый, картозависимый. Ни в коем разе не имбовый, местами токсичный. И опять же, повторюсь, именно от этого танка будет зависеть дальнейшая судьба огнеметной ветки. Пиши в комментариях свое мнение, что думаешь? Как играется тебе на огнемете, ну или против него? Лично мне танк понравился, но играть на нем долго я точно не буду. На этом детальный гайд подходит к концу. Надеюсь, все и всем доступно объяснил. С тебя же царский лайк за правду и старание. Не забудь заглянуть в описание и подписаться на мой стрим-канал, где практически каждый день проходят токсичные и в то же время ламповые стримы. Ну и в телегу заглядывай иногда. На связи был Оскар. Благодарю за внимание. Не болей, братишка. Удачи.